Всем привет! Я сейчас вам покажу, как я залазил на деревья. Так, а где деревья твои? Вот. Вот они. Ну давай, лезь. Юра, стучи мне, пожалуйста, карандаши, дай принести подстригалку. А тебе какие-то цветные карандаши? Да. Ну, сейчас пойду точить. Вот они, карандаши. Фу, протер пыль немножко. Точат карандаши, естественно, по-разному. Я смотрел в интернете, в основном ножами точат. Там советуют сколько сантиметров. Нужно отступить от начала до того места, где будет срезаться. Вот. Я вам не зря показываю вот это точило, потому что вот это точило стоит у меня в гараже. А вот типа такого же точило, когда я учился еще в 80-х годах в строительном техникуме, у нас стояло на уроках черчения. То есть, чтобы не стоять, не маслать ножом, мы берем и просто-напросто запускаем точило и точим карандаш. Можно его наточить до острого. Вот так как у меня попросила внучка для раскрашивания наточить, поэтому остро, как для черчения, я точить не буду. Хотя я вас уверяю, точить можно, ну, при помощи точила в разы красивее и быстрее, чем обыкновенным ножом. Пожалуйста, смотрите, как я это делаю. Еще раз говорю, заточить можно по-разному. Ну, вот я считаю, что вот такая заточка, как бы немножко тороплюсь, но она намного лучше, быстрее, красивее. Смотрите, все отшлифовано сразу, чем точить ножом. После, если надо еще вообще очень остро сделать, кладут наждачную бумагу и на наждачной бумаге вот так вот, вот такими движениями, можно прям на круге, доводят до идеального состояния. Ну и все, точите карандаши. Карандаши поточены, как я сейчас точил. Сейчас посмотрим, что скажет моя внучка. Посмотри, Настя. Вау! Тебе понравилось? Да, да. А спасибо? Спасибо. Ну все, теперь надо рисовать. Ну, давай я буду называть, а ты мне подавать, какой мне нужен. Хорошо, только камеру выключу. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok